Все знают, какой сегодня день? Все знают? Воскресенье, правильно. Какое еще? Какой? Седьмой. Дорогие мои, сегодня седьмой день праздника Кущей. Может быть, не все знают. Сегодня тот самый день, который в Писании называется Ощиана Раба, или Великая Асанда. Сегодня именно тот самый день, о котором мы читаем. Вот сегодня, вот именно сейчас. Вот тот самый день, о котором Писание говорит. В 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. Так случилось, я не выбирал этот день. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки жидовой воды. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Я поздравляю вас с праздником. Сегодня по библейскому календарю 21 день месяца Тишрей, 7 месяца. 7 дней назад было приказано народу Израиля сидеть в кущах. А последний, седьмой день праздника в Библии называется «Ассана раба» или «Великая Ассана». Слово «Ассана» обозначает «Спаси нас» или «Великое спасение для нас, идущее от Тебя». И именно в этот великий день праздника Иисус Христос, Сын Божий и наш с вами Спаситель, и Мессия всего человечества стоит в храме и провозглашает, кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Почему он это говорит? В это время, конец лета, жарко в Израиле, почти как в Сакраменто. За лето ни одной капли дождя, и священники идут снизу от силуанских прудов. Они поют псалмы «Восхождение». Именно при поднимании от силуанских прудов по храмовым ступеням храму пели псалмы «Восхождение». Мы знаем это, да? И они поют, и что они делают? Люди вокруг томятся, жарко очень. Они несут огромные кувшины водой из силуанских прудов и разбрызгивают воду вокруг себя. Иисус, глядя на это, не случайно, стоя на этих лестницах, обращается к ним и говорит, «Я есть источник живой воды». Да, это все хорошо, но если вы хотите настоящей воды, вот они, а вот я. В этот, в последний великий день праздника. И он продолжает эту же тему в 8 главе Евангелия Иоанна, и он говорит в 12 стихе, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Почему он это говорит? Иосиф Лавий описывает, что время на храмовой горе стояли огромные 10-метровые светильники, которые зажигали и факелы, они горели там. И каждый, кто приближался к Иерусалиму за несколько километров, видел этот свет, который никогда не гас. Иисус, стоя перед этими светильниками, только что сказавший, «Не эта вода от священников из Силуанских прудов, а сейчас он говорит, и не этот свет». Он может сиять как угодно сильно, это может быть галогеновые лампы, они могут слепить, они могут даже греть, как те обогреватели, но на самом деле вот того постоянного, негасимого, вечного и не обжигающего, а греющего и поддерживающего света, кроме нашего Господа Иисуса, никто дать не может. И он говорит, каждый, кто хочет пить, приди ко мне. Каждый, кто хочет видеть, потому что без света мы ничего не видим, каждый, кто хочет видеть, идите ко мне. Все мы слепцы, все мы видим, как сквозь гадательное стекло, все мы имеем жажду по Слову Божию. И он есть начало и конец, альфа и омега, он есть источник живой воды, и он есть свет миру. И именно с этим великим праздником, вернее, с окончанием великого праздника, праздника Кущи, я хочу вас сегодня поздравить. С праздником, дорогая церковь! Давайте поговорим сегодня на самом деле вот еще о чем, потому что на моем сердце рассказать вам, что значил вот этот праздник в жизни иудеев тогда, и что он может или должен значить для нас сегодня. Я не знаю, много ли в зале иудеев, но один точно есть. Догадайтесь в трех раз кто. Вот. Но тем не менее, все Писание Бога духовновенно. И оно нам все дано для научения, для наставления. Поэтому каждый верующий христианин, открывая Библию, он должен понять, а что это слово говорит мне сегодня? Не сто лет назад, не во времена Моисея, а вот сегодня, да? 30 сентября 2800-2018 года. И вот, давайте почитаем, что говорится здесь. Написано в 23 глава книга Левит, начиная с 33 стиха. 23 глава книги Левит, с 33 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей». Это нас сейчас, 7 месяц. «В первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу, и 8 день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу». Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, которые должны созывать священные собрания. Одна из вещей, которые все иудеи обязаны делать, и, кстати, кто бывал сегодня в Израиле и видел праздники Кущей, и видит, как стоят везде вот эти кущие. Везде. На улицах, на балконах, на крышах домов, на таких местах, где, казалось бы, вообще горный козел не проскочит. Евреи умудряются построить временное жилье, которое состоит из стен, обтянутых покрывалом, каким-то деревянные столбы. Но самое главное, самое главное – это крыша. Крыша делается из нескольких кусков соломы, который перекладывается пальмами и ветвами. И главное, главнейшее условие этих кущей состоит в том, что сквозь них должно быть видно небо. Сквозь них надо видеть звезды. Это очень такая временная конструкция на самом деле. И любой человек, он любит, когда у него есть крыша над головой. Вот тот, кто жил в Советском Союзе еще в 90-е годы, знает, что там было такое понятие крышевать кого-то. То есть, грубо говоря, там Путин крышует Медведева, Медведев крышует Путина. Неважно. То есть, кто-то кого-то на самом деле, а тот прокурора, а прокурор первого секретаря партии, каждый говорит, а мой папа такой-то, а твой дедушка такой-то. Это человеку свойственно искать какого-то укрытия. Даже маленькие дети, они говорят, знаете, вот моя дочка, когда она была маленькая, она любила хвастаться тем, что ее папа пастор. Она была маленькая совсем два с половиной года. И она приходила там на какие-то занятия, ну, совсем маленькая, она едва научилась говорить. Ей преподавательница говорит, Рела, ты себя ведешь плохо. А она говорит, как вы можете такое говорить, мой папа пастор. На что ей учительница сказала, а мой папа Господь Бог. И на этом дело закончилось с крышеванием. Но я подумал, откуда это у ребенка? Ведь ее же никогда никто этому не учил. Любой человек хочет быть защищенным. Знаете, врачи говорят, что когда ребенок выходит из утробы матери, он плачет. Он плачет не потому, что ему больно, он плачет потому, что ему страшно. Он первый раз в жизни лишился покрытия со всех сторон. Любой человек ищет какой-то крыши. Когда народ Израиля вышел из египетского рабства, он оказался в пустыне. Да здравствует свобода, Господь Иисус Христос освободил нас. Но нам радостно, а потом страшно. Нам радостно, потому что мы ушли от рабства. И нам страшно, потому что свободный человек отвечает за каждый свой поступок. И вот народ Израиля из рабства египетского или из надежного гроба, в котором они жили, у которого нет ни окон, ни дверей, и крышка заколочена. Но все понятно, все просто, не надо принимать решения. Они вдруг оказываются в переносном смысле, в куще, в пустыне, где на самом деле и воздух, и звезды, но может пойти дождь, и может подуть ветер, и могут напасть враги, и может случиться все, что угодно. И вот эта свобода, непереносимая вещь для вчерашнего раба. Господь Бог, когда Он сказал израильтянам, строите мне себе кущать для того, чтобы в них жить, Он хочет понять, как народ Израиля будет реагировать на ситуацию, когда дом ненадежен, когда то, к чему он привык каждый день, ненадежно. Пустыня в Израиле, это не то, что рисуют вам на картинках, знаете, идут верблюды по колено в песке. Нет, пустыня в Израиле, это камень. И когда идет дождь, смывают все на своем пути. Буквально за 15 минут вода может подняться до двухметрового уровня. И сели, сметают все. И это как раз то самое время, когда заканчивается сухой сезон, и начинаются дожди. И это как раз то самое время, когда любой нормальный человек захочет искать какого-то укрытия. Но Господь Бог говорит, нет. Для меня важно, чтобы именно в это время, именно в то время, когда вы не знаете, пойдет дождь или не пойдет дождь, вы могли быть в кущах, возносить свои глаза к небу, видеть звезды и говорить, откуда придет надежда моя. Мы должны научиться жить в этой жизни, чтобы хотя бы иногда надеяться на Господа Бога. Мы, конечно, говорим, что мы надеемся, но живем мы по правилу на Бога надейся, а сам не плашай. К сожалению, это правило очень часто становится основным мотивом всей нашей жизни. Но я хочу вам сказать, самые надежные жилища, это бункеры и землянки. Туда не попадает ни свет, туда не протекает вода, там нечем дышать, но там очень надежно. А вот когда вы возвышаетесь над землей, и когда у вас дует во все щели, это правда, да, это ненадежно, но только таким образом у вас есть чем дышать, только таким образом вы можете быть доступны для благодати. Человек недоступен для благодати, если он твердо стоит на ногах, как истухан, и закрылся стенами, полом, потолком. Блиндаж. Стою насмерть. Я буду противостоять всему плохому и всему хорошему. Но плохое – это тление. И оно всегда находит путь к человеку, к его плоти, даже если он загерметизируется в консервной банке. А вот когда он перестает быть доступным для благодати, для этого человека наступает духовная смерть. Поэтому весь этот праздник – это праздник о доверии Господу Богу. Вот насколько я могу быть доверен Господу Богу. Вот посмотрите. 23 глава, 10 стих. Объявися нам, Израилем, и скажи, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, принесите первый сноб жатвы мне. Первый сноб жатвы. Отдай. Как отдай? Мне самому надо. Отдай. Потому что тогда, когда ты отдал то, что тебе надо, не то, что тебе не надо, а то, что тебе надо, ты начинаешь зависеть от Господа Бога. Ты переходишь из блиндажа в скинью, ты приходишь из бункера в кущу, ты начинаешь доверять Господа Богу. Посмотрите, абсолютно все праздники начинаются с того, например, 23 глава, 21 стих. Вот посмотрите. И созывай народ, все день священное собрание, это будет у вас, никакой работы не делайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших. Каждая суббота народ Израиля ему сказано, помните, когда он был в пустыне, не собирать в субботу, в пятницу у тебя будет двойная порция маны. Помните, да? То есть для чего? Я позабочусь о тебе. И мы говорим, спасибо Господи, принимаем в пятницу двойную порцию, а в субботу, на всякий случай схожу еще поработаю. Это то, что мы делаем, мы благодарим Господа Бога за то, что нам двойную порцию, но в субботу или в воскресенье мы на всякий случай еще проработаем. Я езжу по Америке, я удивляюсь. Дорогие мои, столько богатства. Мало. Надо работать не только в субботу, надо работать еще и в воскресенье. Если можно было бы неделю растянуть до восьми дней, обязательно бы это сделали. Вот в тот первый и самый раз, когда вы говорите, нет, мне достаточно того, что я имею, вы переходите из блиндажа в кущу, и вы начинаете полагаться исключительно на нашего Господа Бога. Принести первый сноб. Отдать десятину. Кстати, поразительное слово, которое здесь есть. Написано по-русски, не работайте никакой работы. А вот на еврейском, это два разных слова. Мальхат, авуда. Первое слово, это та работа, которая запрещена. Это работа по творению. Той работой, которой занимался Господь Бог. Когда Он творил экснихилю, из ничего Он создавал что-то. До сегодняшнего дня, например, в израильских религиозных семьях, ты можешь перемыть посуду, перестелить постели, ты можешь подмести пом, но ты не можешь рисовать, ты не можешь писать музыку, ты не можешь создавать что-то из ничего. Так вот здесь Писание говорит, дорогие мои, не делайте ни творческой работы, и никакой работы. Да как же мы нам не делать, да? Вот сезон, вот нам теперь бы только начинать, собрать бы все снопы. Он говорит, не, я хочу, чтобы вы посередине вот этой занятости, может быть, первый раз в своей жизни, на неделю, вы представляете, вообще никакой работы не делали. Это значит, перейти из блиндажа в кущу. Это значит, довериться Господу Богу. Это значит, положиться на Него. Сидите целую неделю. Во всех местах Писания, когда говорится собрание Израиля, говорится народ Израиля, слово Ам, или сообщество Израиля, слово Каал, а здесь есть совершенно другое слово Ацерет, которое происходит от слова Ацор. Знаете, когда вы останавливаетесь на линии, и такая рука, машина должна остановиться. Так вот, он здесь называет Господь Бог Израиль остановившимся народом. Он говорит, остановитесь, ну сколько вам надо. Вы попробуйте прожить неделю в кучах и не волноваться, сидя и радуясь. А вот это уже вообще очень серьезная вещь. Но я еще согласен как бы сидеть. Я себе запасы сделаю, да, и согласен сидеть. Но радоваться, как я могу радоваться, когда я мог бы заработать еще, когда я мог бы успеть туда, когда я мог бы успеть сюда, А Писание говорит, нет. Если вы будете сидеть и переживать, это бы на самом деле забетонировали эту кущу. Забетонированная куща, она не несущая конструкция, она просто рухнет, она раздавит вас. Вы должны радоваться. Ведь нет уже большого ума в том, чтобы послушаться более сильному. Ну, Господь сильнее нас, знаешь, большое дело. Я буду Ему послушаться. Евреи говорят, что самая низкая степень веры, это веровать в то, что Бог сотворил небо и землю. А самая высокая степень веры состоит в том, чтобы верить, что сотворивший небо и землю заботится о нас, мелких людях. Вот в это поверить гораздо труднее, чем то, что Он создал небо и землю. Конечно, царь великий и занимается такими, как мы с вами. Поэтому Писание говорит, мне важно, чтобы вы радовались тому, что вы ничего не делаете. Как же мы можем радоваться? Читайте Писание, читайте книгу Левит. Буквально за 10 дней до, или за 5 дней до наступления праздника Кущи есть день искупления. И в этот день искупления каждый человек приходит и кается перед Господом Богом во всех грехах, которые он совершил вольно или невольно, умышленно или по незнанию. И только избавление от сомнений, от грехов, от прощения дает нам возможность радоваться. Согласитесь со мной, что непокаянный человек не знает, что такое настоящая радость. Непрощенный человек всегда будет горевать, у него всегда будет задняя мысль, и он всегда будет сидеть в собрании радующихся людей с фальшивой улыбкой, потому что он знает, он может обмануть вас, но в глубине своей души он знает, что вот он жил в блиндаже, и он там остался. Он нарисовал веточки пальмовые на крыше этого блиндажа. Он подсветил его каким-то своим светом, и может быть даже обманул других людей. Они говорят, вау, какая у него красивая куща. Но Господа Бога обмануть нельзя. И вы увидите, что там нету этого общения с этим человеком, потому что там нету радости, там нету улыбки, там нету безмятежности, там есть все церковное и ничего Божьего. Там есть все, что положено выглядит, как хорошо, и ничего духовного. И это бывает очень часто с нами, к сожалению. А Господь Бог говорит, я хочу, чтобы вы все приходили и радовались. Радовались не тому, что вы что-то имеете. Господь Бог не оберегает ни от тюрьмы, ни от сумы. Он оберегает от ада. Поверьте, если не мне, то Писанию. Это не в интересах Господа Бога. Он любил Павла не меньше меня и вас. Но почему-то Павел и бедствовал, и сидел в тюрьме, и был бит, и все апостолы. Я не знаю, ничего у них не было. Господь Бог не спасает ни от тюрьмы, ни от сумы, ни от болезней, ни от увольнений, ни от смерти родных и близких. Он не спасает даже нас от физической смерти. Он нас спасает от ада. И если нам этого недостаточно, конечно же мы будем держаться за земное. Конечно, мы потащим в кухню и шведский сервант из Айкии, и сервиз Мадонна, и автомобиль ГАЗ-244, и Порш, и все, что угодно. Оно станет так, мы запихаем, но жить там будет невозможно. И о никакой радости речи нет. Поэтому Господь Бог проверяет вот в эти дни, в этот праздник, насколько вы оставили все ради Него. Насколько вы можете возвести свои глаза к Небу и сказать, Господи, я знаю, может пойти дождь. Я знаю, Он меня смоет. Но дальше вечности, дорогие мои, дальше вечности нам с вами не уйти. И остается одно из двух. Или мы верим в это, и тогда мы радостны, или мы не верим в это, и продолжаем жить в наших блиндажах. последнее, что я хочу вам сказать. Знаете, в эти же дни в Израиле читают не только книгу Левит, естественно, мы с вами не только читаем книгу Евангелия Атеана, но мы читаем еще традиция израильская, очень интересная традиция, подробнее когда-нибудь расскажу, книгу Иисуса Набина. И в книге Иисуса Набина говорится следующее. Восьмой стих, первая глава. Да не отходит книга сия от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я вижу замечательное написано, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Или по-английски. For then you will make your way prosperous and then you will have success. Yes? Hallelujah! One problem. Там не написано ни на по-русски, ни по-английски. Там написано на иврите. И там действительно есть слово ты будешь успешен. Но после слова успешен стоит слово там, где вот здесь написано в конце будешь поступать благоразумно. И написано ты будешь образован. Слово таскиль, а слово оскаля. Это значит, что Господь Бог даст тебе такое глубокое понимание всего, настоящее образование, если вот эта вот книга, вот эта книга, не будет от тебя отходить. Что как бы будучи погруженным в эту книгу, даже болезнь, ты будешь настолько научен, ты будешь воспринимать с благодарностью и как успех в жизни. И Господь Бог не убирает все неприятности, Он просто делает из неприятностей приятностей. Он делает нас настолько образованными, что мы смотрим и на богатство, и на бедность, и на болезни, и на здоровье с благодарностью Господу Богу. Мы никогда не сможем на этой земле удрать от самих себя. Мы обречены начать и закончить нашу жизнь на земле в этом теле. А тело подвержено тлению. Поэтому Господь Бог не забирает нас от себя самих, Он просто делает проблемы незначительными. И это и есть настоящее научение в Слове Божьем. Когда мы благодарны Богу абсолютно за все. За то, что у нас есть большой крепкий дом и немощная куща, в которой мы живем. Когда у нас есть большая зарплата и нищенское существование. Когда мы здоровы, как Арнольд Шварценеггер до того, как он развелся, или мы немощны. как Александр Матросов перед смертью. Дорогие мои, Господь Бог в Своем Святом Слове научает нас. И Он правду хочет, чтобы мы научились, чтобы мы, если есть что-то одно, что Он хочет, чтобы мы поняли здесь, на этой земле, то это не богословские ухищрения, не теологические выборки. Он пожимает плечами и делает так. Он хочет, чтобы мы научились быть довольными каждой минутой нашей жизни. Это и есть не высшее, а наивысшее из всех возможных образований, высшая степень, магистратура, PHD, постдокторат, все, что хотите, в Господе Боге. Научиться жить так, как жил Авраам, не имея ничего своего и живя в чужих шатрах, как своих, пребывая еще в этом теле, жить, как в теле прославленном, не имея ничего и забывая о прошлом устремляться к будущему, не завидовать тому, кто что-то имеет тленное, но родить о том нетленном, которое нам уже дал Господь Бог. И тогда уверяю вас, ваша радость будет не только радостью ожидания смерти, но ваша радость будет радостью пребывания уже вечности еще на этой земле. Это то, к чему мы с вами призваны, это то, в чем состоит функция священников. Мы с вами начали наше сегодняшнее рассуждение именно по поводу книги Левит. Дорогие мои, я желаю вам от всего сердца, от всего сердца, чтобы в вашей жизни было больше от этой жизни праведной Левитов. И чтобы свет Божий, о котором говорил Иисус, я и есть свет миру, отражался не только в ваших головах, но и на ваших лицах, и в вашем знании лично Господа Бога. Если иногда для того, чтобы проповедовать Евангелие, надо смиренно помолчать, излучая свет и доброту Господа Бога, и понимая, что не все родились верующих семья, и у людей разные обстоятельства, что не все готовы уже воспринимать дырку над головой, как возможность видеть небо, если вы просто в молчании сможете убедить людей своей улыбкой, своей благостью в том, что вам хорошо и приятно быть с братьями вместе взирая на Господа Бога. Я уверяю вас, лучшей евангелизации для них не будет. Учитесь слышать шепот Божий, учитесь слышать тихое дуновение Святого Духа. Для этого не обязательно кликушествовать, для этого не обязательно кричать. Пророки Ваала кричали и прыгали и взывали, их было 300-400 человек. Сила общения с Господом Богом это то, что внутри нас. И дай Бог, чтобы Господь, посмотря внутрь каждого из нас, смог сказать, хорошо, сын мой, хорошо, дочь моя, ты беден, нищ, немощен, я взираю на тебя сквозь эту худую крышу, на которой несколько веток, я вижу тебя. Но это единственная возможность сквозь дыры в потолке донести до тебя свет и дуновение свежего воздуха и ветра. От нас зависит выбрать благополучную и затклую жизнь в крепости, которую мы строим для себя или светлую, чистую, подставляемая всем четырем ветрам, но в надежде взирать на Господа Бога. Самое последнее. Еврейская мудрость говорит, все во власти Бога, кроме страха перед небесами. Все во власти Бога, кроме страха перед небесами. Имейте страх Божий и имейте надежду, что посреди этого страха вами управляет и вами занимается любящий Отец, который, несмотря на то, что Он создал звезды и мир, Ему есть дело до каждого из вас, каждую минуту вашей жизни, да будет имя Его благословенно. Помолимся. мудрость.